Доброго времени суток, дорогой коллега! Мы поздравляем вас с регистрацией. Мы хотим вам сейчас рассказать о том, как же мы с вами будем разговаривать. Во-первых, вы присоединились к интернет-проекту Фаберлик Онлайн. Численность нашего проекта за три года возросла до 50 тысяч человек. Товарооборот прирост мы сделали 1200%. И, конечно, это говорит о том, что у нас разработана своя собственная система обучения, которая дает очень хорошие результаты по быстрому росту. Итак, во-первых, мы с вами сейчас познакомимся и обсудим правила бинарного построения по системе ТОРБОРОСТ. И после этого видео вы приняете решение, как вы хотите расти. Итак, меня зовут Кононова Анна. Текущее звание у меня открытый элитный директор. Это 9 директоров, 9 директорских веток. И закрепленное звание это бриллиантовый директор. Дата регистрации на проекте на момент съемки видео чуть менее двух лет. И начнем мы с вами с самого главного. Мы же с вами все пришли зарабатывать. Желаете, чтобы вам, пока вы включаетесь в работу, наставник помогал на первых парах регистрациями? Желаете, поскорее выйти на 9-12% по маркетинг-плану? Сейчас мы рассмотрим, какое построение приводит к более большим выплатам даже на первых процентных уровнях маркетинг-плана. Например, с 3, 6, 9 и так далее. А чтобы вам было понятно, мы начнем с самого начала. Перед нами таблица выплат по маркетинг-плану до директорская. То есть, пока лидер не открыл директора, эта табличка актуальна. Итак, к примеру, вы пришли на проект, работаете по инструкциям и начинаете расти. Первая ваша ступенька по маркетинг-плану это 3%. 3% значит у вас 100 личных баллов. То есть, если вы сделаете, допустим, 50 баллов лично и 50 групповых у вас будет, да, под вами кто-то сделает баллы, то вы будете получать такие вот выплаты. Если вы сделаете 50 баллов лично и 150 баллов сделает ваша группа, то вы будете на 6% и будете получать такие выплаты и так далее. То есть, по этой табличке я думаю, что все понятно. К примеру, если вы сделаете 1950 баллов со своей группой и вместе с вашим объемом ваша группа будет набирать 2000 баллов, то вы уже будете получать весьма-весьма симпатичные суммы на свой уже расчетный счет в банке. Итак, я думаю, с этим все понятно. А сейчас мы с вами наглядно приведем пример. Пример это будет пример 3% вашей структуры, когда выплаты платятся по маркетинг-плану в виде объемной скидки на счет Фаберлик в личном кабинете. Если вы зарегистрировали людей и несколько людей из вашей команды сделают какие-либо баллы, тут еще не хватает 10 баллов, то в итоге получается 30, 10, 10, 10 и 50. В итоге это 100 баллов и из этих 100 баллов мы делаем вывод, что мы выходим на групповой объем на 3%. То есть личный заказ входит тоже в групповой объем. Далее пример 6% лидера, когда выплаты платятся по маркетинг-плану в виде объемной скидки на счет Фаберлик в ЛК. Этими деньгами, кстати, к слову, можно оплачивать свои заказы. Они вычитаются автоматически, и чем выше вы в процентном уровне, тем меньше вы платите за заказ. К примеру, вы привели на проект еще больше людей, и эти люди сделали 50, 30, 10, 40, 30, да и вы 50. В итоге получается 210 баллов, это 6% уровень, и вы будете получать свои выплаты. Давайте с вами вернемся на пару слайдов выше, и заметим, что 200 баллов, 6% и вот наши выплаты на расчетный счет. Далее, а сейчас мы с вами посмотрим и заглянем немножечко вперед. Это значит, что наша структура растет, и растет не только ваша выплата, но и выплаты ваших лидеров. Это у нас пример 15% группы. Когда вы уже месяц, два, три отработаете, вы уже выходите на 15% и у вас уже будет открыто, в итоге много веточек, лидеры будут делать, кто 50, кто 40, кто 20 баллов, кто и 200 баллов, да, и вот если собрать все эти суммы, то у нас с вами как раз получается 1500 баллов, это 15% уровень. И напомню вам еще, что LO всегда входит в групповой объем, то есть все баллы, которые сделаете вы, это входит в личную, как сказать, в групповой объем, который считается в итоге. Конечно же, сейчас вы уже будете зарабатывать маркетинговую разницу по маркетинг-плану. То есть, когда вы платят выплаты по маркетинг-плану в виде ОС на счет в оберлик в ЛК, на высоких уровнях уже платится маркетинговая разница. Если вы на 15%, и ваш новичок, я взяла, в пример, вот эту вот одну веточку, остальную, я думаю, вы сможете посчитать сами, ваш новичок сделал 50 баллов, и под ним 20, 40 и 60 баллов, это все вместе 170 баллов. А это значит, что вашему новичку чуть-чуть не хватило до 6%, и он на 3%. Итак, считаем 15%, мы вычитаем 3% нашего новичка, и получается, что с этой веточки мы зарабатываем 12% по маркетинг-плану. Мы получаем по 12%. А сейчас давайте посчитаем, сколько это на деле в минимальных выплатах. Пример я привела во всех странах. Доход рассчитывается по маркетинг-плану компании. 1 балл на выплату для Украины 18 гривен, для России 60 рублей, для Казахстана 300 тенге, для Белоруссии 16 200, для Таджикистана 6,6 сомони. Итак, пример России и Украины, а остальное, я думаю, вам будет уже легко посчитать самим и во всех странах. 12% по маркетинг-плану. Мы умножаем балл на выплату. 12% это 170 баллов, умножаем на 60, умножаем на 0,12. То есть вот как раз эти 12%, которые мы с вами смотрели тут, равно 1224 рубля. То есть с этой одной веточки мы получим 1224 рубля. Сколько бы вы заработали со всех веточек, вам уже придется посчитать самим. Обратите внимание, второе я привела в пример Украину, это гривны. Тут ничего страшного нету, только меняем циферки. То есть поменяли циферки 60 рублей, поменяли на 18 гривен. И вот таким вот образом считаются выплаты по маркетинг-плану. Итак, мы сейчас с вами научились считать свои выплаты, что здорово, что классно. И это был додиректорский план, маркетинг-план. Теперь директорский маркетинг-план. Три примера. К примеру, если вы директор, то вы на 3000 баллов. Это значит, что вы вырастили две ветки по 15% или две ветки по 12%. 12% это 1000 групповых баллов. То есть получается тут без разницы, сколько у вас будет веточек. Главное, чтобы суммарно это было 3000 баллов. И вы будете на 23% и на директорском уровне. Старший директор это уже 5000 баллов. И тут, конечно, есть два варианта. Вы можете открыть 5 веток по 1000 баллов. И у вас будет 5000 баллов групповых. И вы будете старшим директором. Или под вами может открыться один директор. И у вас должно быть 2000 в бок. И вы тоже будете старшим директором. И тоже откроете квалификацию на бонус. Далее, вы рубиновый директор, к примеру. Рубиновый директор это 4 веточки по 3000 баллов. То есть обязательно веточка должна быть не менее 3000 баллов, чтобы вам она засчиталась как директорская. Мы заглядываем с вами очень-очень далеко. Но я думаю, что мы с вами должны немножечко-немножечко знать маркетинг план. То есть если под вами будет 2 директора по маркетинг плану и 1500 баллов в бок личной группы, то вы будете серебряным директором. Если у вас будут 3 директорские веточки от 3000 баллов, то вы будете и 1000 баллов в бок, то вы будете золотым директором. Если у вас будут 4 веточки, вы будете рубиновым директором. 1000 баллов в бок это обязательное условие личной группы. Если у вас будет 6 веточек, вы будете бриллиантом, 7 веточек, извините, 9 веточек вы будете элитными, 12 веточек национальными и так далее. То есть вы сами решаете, когда расти и до какого уровня вам расти. А теперь о правилах построения. Для хороших выплат с самого начала мы, думаю, будем сейчас внимательны, ведь мы пришли зарабатывать. Рекрутинг – это один из китов успешного бизнеса, но нужно знать некоторые тонкости. Чем больше ваша группа, тем больше ваш доход. Это значит, что первое, что нам надо для себя решить, это хотим ли мы, чтобы наставник под нас регистрировал лидеров. Нам это надо, чтобы лидеры наставников вам помогали увеличивать свою группу. Исходя из правил по маркетинг-плану, я думаю, вы теперь поняли, что вам это надо. И тут вот как раз и есть обязательное условие. Мы активируем свой номер балловым оплаченным заказом минимум в течение 72 часов с момента регистрации. Правило компании гласит о том, что вы или под вас не могут строить структуру, пока ваш номер не активирован минимальным балловым заказом. Регистрация просто не пройдет. Мы проект быстрорастущий, всегда помогаем новичкам. И советую вам активироваться как можно быстрее. Если вы активируетесь прямо в первый день регистрации, под вас уже проведут регистрацию. Поверьте, чем быстрее, тем лучше. Не обязательно тянуть три дня, но три дня – это минимум. Дать возможность строить под себя лидером, я думаю, это очень-очень легко. Итак, возьмем в пример, что вы активировались. Я вас поздравляю, ура! И первая регистрация, вы когда начнете рекрутировать в соцсети, изучите все инструкции, то первую свою регистрацию будете проводить под себя, под свой регистрационный номер. И тут обязательно спросить у своего лидера таким же текстом сверху. То есть предоставить ему выбор, хочет он, чтобы вы под него вели веточку, или не хочет, чтобы вы под него вели веточку, или просто отправить ему это видео. Вторая регистрация тут, конечно, под вопросом. Проводится или под первого вашего лидера, если он активировался, или снова под себя в случае неактивации. То есть этого лидера, если он не активировался в течение 72 часов, нам придется, как сказать, отодвинуть бок без помощи и вести ветку только из активных лидеров. Такое правило компании. Далее, если бы вы провели две регистрации в цепочку, вот, к примеру, две регистрации в цепочку, это вы, а это две регистрации. И второй, в течение 72 часов не активировался, мы отодвигаем такого неактивированного в бок. Не ждем, у нас рост, у нас бизнес, нам некогда ждать людей, когда они решат, хотят они или не хотят они. Три дня это довольно-таки большой срок. И регистрируем, если отодвинули этого в бок, то регистрируем под предыдущего активированного веточки, то есть под последнего активированного веточки. Если же лидер все же активировался через какое-то время, но вы уже отодвинули его в бок, дальнейшее построение веточки будет он вести сам. То есть он будет у вас открывать две веточки и расти самостоятельно. Или можно вот с этим лидером, если он активный и целеустремленный, поговорить и помочь, попросить вот этому лидеру, который не успел активироваться. То есть отодвинутый в бок лидер, как не активированный в течение 72 часов, и такие люди либо терминируются в течение трех каталогов, либо сделают заказ, растут по нашей системе, по нашему обучению, но самостоятельно. То есть мы с вами регистрируем лидеров только под активных. Если лидер не активировался, так веточку под ним нам никак не отстроить. Это правило компании. Изначально у вас будет одна веточка наставника и свои веточки. Веточку мы начинаем под первого активного. Далее сумма минимальных заказов для разных стран. Украина 225 гривен, Россия 750 рублей, Казахстан 3750 тенго. И дальше смотрите, смотрите по табличке. Можете поставить на паузу, найти свою страну и посмотреть. Далее, внимание, у вас может быть открыто много веточек. То есть вы можете открыть 5 веточек, и только кто-то один из людей активируется. Если активировался кто-то один, то вот вы под этого одного и ведете свою первую веточку. То есть если регистрации у вас, к примеру, 3 в день, то вы можете открыть 3 веточки и вести по 3 активных людей. Активные лидеры, под которых ведем веточку, выявляются не способом, что он в скайпе много вам пишет, значит он активный. А тем, что лидер задает много вопросов по делу и регистрирует активных людей. Если ваш лидер много регистрирует, а заказы его новички не делают, значит он неправильно преподносит информацию. Надо будет спрашивать у лидера, что он пишет и что он посылает, выявлять причину. Если же у вас лично мало активных людей, смотрим вебинары, общаемся, обращаемся к наставнику. И, конечно же, дорогие коллеги, пусть вы и новички, но мне хочется с вами поделиться той информацией, что нормой считается, что если каждый третий, пятый зарегистрированный делает заказ. И это считается отличнейшей статистикой, поэтому особо не переживайте. Отодвинутые в бок потом терминируются. Если ваши новички делают заказы реже, чем каждый пятый, значит возобновляем свое обучение по школе новичка и просто проходим все вебинары. Как вы знаете, у нас их 40 в месяц. И обязательно уже с 9-15% у вас появится отличнейший опыт общения и вы будете легко обучать своих новичков. Всегда знайте одно, от вашего роста зависят не только ваши личные выплаты, но и выплаты вашего наставника. Поэтому наставник заинтересован в ваших успехах лично. Наставник лично заинтересован в том, чтобы вы как можно больше зарабатывать. Поэтому пишите наставнику по любому интересующему вас вопросу и у вас все будет отлично. Регистрация продавцов и покупателей. Очень часто задается этот пример. А если ко мне пришел не лидер зарабатывать в интернете, а просто человек, который захотел покупать для себя. Таких лидеров мы регистрируем по очереди. То под себя в первую линию, то под активного лидера, который в самом низу веточки. Если они активируются, то ваш человек, под которого зарегистрировали, ваш лидер или вы предлагаете возможность бизнеса. То есть, если покупатель очень сильно захотел подарок и активировался в первые три дня, то под него также можно продолжить цепочку, как и под человека, который пришел на бизнес по третьему варианту. За человека мы, конечно же, не решаем. Даже если человек пришел покупать, с чего мы должны за него решать, нужны ему деньги или нет. Наше дело предложить бизнес, а там наш покупатель или продавец пусть сам выберет, хочет ли он зарабатывать в интернете. Итак, вопрос, как работать с Google табличкой. Во-первых, просите всегда видео. У нас есть подробнейшее видео, как работать с Google табличкой, как ее создать, как ее открыть, как ее вести, как ее заполнять. И также в Google табличку мы вписываем под последнего в цепочке. Продавцов и покупателей мы не вписываем, если они не входят в цепочку. Обязательно вписываем в Google табличку точнейшую дату регистрации. Табличку заводим свою. То есть на каждую открытую веточку заводим по Google табличке. Чаты у нас с вами общие. Мы после регистрации добавляем новичка в чат для коллег Фаберлик. Сколько у вас лидеров активных в первой линии, под которых вы ведете веточку, столько и табличек. Таблички, чтобы не путаться, можно переименовать в фамилию первого активного лидера в веточке. Если последний лидер, вписанный в веточку, не активен, мы его удаляем и регистрируем под предыдущего. Предварительно обязательно проверить, точно ли прошло 72 часа с момента регистрации. Проверить, активировался ли лидер, очень легко. Когда вы проводите регистрацию, то под неактивного зарегистрировать не дадут. Будут писать, что нельзя. Итак, дорогие коллеги, фишечку, которую мне хочется вам рассказать, это то, что если неактивированный, активировался поздно, он уже это двинут в бок, но хочет работать. Можно предложить ему, прямому наставнику, под кого вы его провели, взять шефство и вести и эту веточку тоже. Если у вашего лидера, под которого проведен человек, который поздно активировался, ее возьмет, конечно же. Сами вы веточку под поздно активировавшегося не ведете, если он у вас не в первой линии. Тут хочется о вас позаботиться, и это очень-очень важно. Вам надо следить за своим построением, чтобы все веточки по групповым баллам росли примерно одинаково. Если вы не поняли маркетинг план, то просто знайте, с параллельно одинаково растущих веточек, пусть у вас их будет 2 или 5 или 15, да, то вы всегда получите больше выплат. А если веточки с сильным перекосом, например, одна веточка 500 баллов, а другая веточка 50 баллов, то выплат будет очень мало и намного меньше, если бы у вас веточки были одинаковые. Поэтому все мы с вами люди взрослые, все мы с вами приходим работать, и с самого начала нужно это знать, какую веточку можно и нужно подтянуть, а какая веточка у вас растет сама. Ну вот и все, что я вам хотела рассказать. Поскорее активируйте свой номер, поскорее включайтесь в работу, мы вас поздравляем. Вы на самом деле на проекте, который сделал прирост 1200%, который открыл более 40 директоров уже. И эти люди, конечно же, успешны, эти люди довольны, и сейчас они растут, и им очень-очень нравится зарабатывать с каждым каталогом все больше, больше и больше. С вами была Акононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги.